всем привет сегодня почесывая седую бороду я буду говорить о музыке старинной музыки которая была записана на пластинку выпущена на пластинке и на компакт-диске тогда когда многие из тех кто слушает сегодня меня и видит меня еще не родились и не знали соответственно что существует в мире такая музыка старая не хочется греть добрая я ненавижу это выражение старая добрая музыка какая она добрая она просто старая но очень хорошая это музыка группы сепультура 1996 год представляете какая старина что происходило в том году никто наверное не помнит уже один знакомый московский бизнесмен сказал забудь до 2000 года вообще ничего не было но это их бизнес мышление такое своеобразное я даже понимаю почему я даже понимаю почему потому что не хочется вспоминать свои молодые кульбиты которые привели этого бизнесмена цветущему ныне бизнесу что он там творил в 90-е годы в девяносто шестом году одному ему известно да и вспоминать не хочется конечно в чем-то 2000 года ничего не было но кроме сепультуры да ази пультура уже была в девяносто шестом году вышел замечательный альбом который как выяснилось очень не нравился так называемым металлистом я думаю что и до многим так называемым металлистом не нравится а нормальным людям нравится вот мне например почесывая седую бороду слушаю его с большим энтузиазмом пластинка на мой взгляд замечательная вообще люблю группу сепультура несмотря на то что вкусы у меня как может показаться глядя на все мои монологи такие странные да но на самом деле ничего странного я обычный парень не лишен простоты я такой же как я я такой же как ты как спел мой хороший товарищ майк науменко о котором я уже говорил пару раз и расскажу еще конечно же попозже так вот сепультура я не металлист и никогда им не был и вряд ли уже буду и для меня вот все эти обозначения грув металл там трэш металл они просто звук пустой мне вообще все равно грув это или трэш или дэс или дум вообще наплевать я слушаю музыку они раскладываю по полочкам это трэш нет это дум нет это да я дум не слушаю я слушаю трэш а я вообще слушаю не металл и думы трэш и дэс мне вообще не интересно это полная чушь все эти названия много раз об этом говорил что это полная ахинея и люди доходят до абсолютного сумасшествия выдумывая например такие стили как арт-панк например что такое арт-панк кто может объяснить что такое арт-панк либо ты панк либо ты не панк а арт-панк такого не бывает ну не бывает ну и ну не бывает панк ты или не панк все до свидания вопрос закрыт точка конец предложения как говорит один мой знакомый хороший кинопродюсер я возвращаюсь вот в этой пластинке еще раз говорю что я не знаю трэш это или не трэш это или что это или металл не металл это замечательная музыка для меня это какой-то такой гипноз транс не путать с определением трансовой музыки да я тоже не знаю что такое кстати так вот это гипноз транс космос духи ушедших цивилизаций голос земли голос черного неба когда бэдмун райзен тут кстати упоминается немножко это не то что джон фоггерти поет бэдмун райзен тут другая бэдмун райзен довольно не скажу страшная а не 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 привычное небе не видимая раньше и неведомая нам так же как и музыка на этом альбоме для тех кто вообще не знаешь такое сепультура но вообще никогда не слышал и и не в курсе и вдруг увидит этот ролик и скажет дай-ка попробую послушать ну я условно скажу что это очень тяжелый очень мрачный хотя на мой взгляд не мрачный я буду сам себе противоречить жесткий гитарный рок с грохочущими барабанами с умопомрачительным басом и с ядерным абсолютно ревущим стонущим поющим вокалом макса кавалера который записал последний альбом здесь группы сепультура в силу обстоятельств так сложились так сложилась жизнь и смерть что это последняя запись макса кавалера но братец его на барабанах работает будь здоров как паси упору так что все хорошо почему эту пластинку не любят так называемые металлисты я наверное могу объяснить потому что если с холодным носом разбираться спокойно послушать эту музыку без эмоций а просто вот так вот послушать что же там такое она большинство песен здесь большинство песен несмотря на уходы в бразильскую музыку в культуру индейцев настоящих старые вот эти умершие ушедшие цивилизации все они здесь звучат но если брать чисто внешнюю сторону внешнего фактуру гитарную большинство песен вообще построена на блюзроковой основе как это не странно для сепультура звучит но тем не вот первая песня например рутс блади рутс чисто блюзроковый риф просто он сыгран так адски совершенно страшно сыгран страшно но основа все равно традиционная просто блюзроковая блюзрок это что такое это практически уже хард-рок и вот эта штучка хард-рок а вы она присутствует здесь как мы не старались от нее уйти в эти определения дэв там трэш и прочая фигня все равно эта штука она здесь сидит но она так сверху приплюснута ядерной концепцией группа сипульту музыкантов группы сипультура из-за которой я безумно люблю эту группу уж она осмысленная музыка здесь очень осмысленная и она корнево отличается от практически всех тяжелых групп играющих ну играющих условно говоря там металлическую тяжелую музыку очень условно я скажу да ну здесь рус был рус блади рутс она задает всему альбому просто сразу настроение направления и весь кайф первой песни сразу же вот этот тяжелый риф с со знакомыми такими вот музыкальными интонациями из хард-рока но абсолютно современный даже сейчас современные очень-очень качающий ломовой воет гитара кисера просто взрывает нечеловеческим голосом ударные там перкуссия вдруг взлетает высокие высокие том и маленькие или же какая-то национальная перкуссия на похоже на очень высокие высокие такие томы и и просто она качает дикой силой хотя в среднем темпе все в среднем то в среднем темпе гораздо мрачнее чем в очень быстром гораздо мрачнее и и здесь не то чтобы мрачно а голос из-под земли действительно и песня звучит как какой-то такой шаманский хоровод и вот этот самый собственно хоровод хоровод здоровенных мужиков индейцев индейцев которые танцуют боевой танец и от танцевав его ринуться на врага вот такая эта песня рульс баллади рульс следующее полотно под названием эти тьют про него пишут что это какой-то молодежный боевой гимн можно и так считать что это молодежный боевой гимн но начинается он с народного инструмента который называется по моему баримбау что-то такое какие-то такие привет джорджу харрисону кстати которые с индии с индийскими не с индейскими с индийскими народными инструментами играл 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 и вроде бы было все одухотворено но как-то не по-настоящему а здесь по-настоящему здесь кайф этого альбома в том что все индейские дела они с абсолютно аутентичны и они они по-честному все сделаны это не то что пришел изысканный музыкант миллионер в студию и научившись играть на ситаре вдруг я поиграю на ситаре я духовный человек нет здесь все по-настоящему здесь озверелые совершенно голодные страшные индейцы играют вот эту музыку с использованием возможности рок-группы тяжелый балл и опять ритуальные барабаны ритуальные такие вот они просто просто отсылают нас туда сразу сразу туда в южную америку и что там происходит мы не знаем никогда не узнаем никогда не увидим а услышим только он си культуры дальше идет дал достаточно простая песня cut road она ближе все к традиционному такому руку риф-вокал риф-вокал все немножко передохнуть от народных дел но зато вот рама махата четвертый номер это уже просто сказка это настоящая сказка это поют настоящие индейцы которых музыканты все культуры записали где-то там в джунглях и это с одной стороны страшно а с другой стороны так непривычно так кайфово так здорово такие там голоса поет не только где индейцы поэтому много кто там страшные звуки какие-то кваки какие-то уханье оконья привет там я не знаю все психи делической музыки в соединенных штатах америки и англии она далеко 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 это настоящая настоящая честная психоделия безо всяких продюсерских сам игрищ это настолько настолько черно и настолько здорово просто и такая там перкуссия так это так это все завораживает но урок там тоже есть там с этим все в порядке если кто подумал что это пошли вот народные дела там и они народные да но и об этом и кайф рок рок музыка это вообще народная музыка если уж так углубляться здесь она народная по-настоящему вот арама махата все наверное знают да что это крыса нью-йорка слова махата я услышал впервые в девяносто первом году в 1991 году когда впервые открылся в америке мне объяснили что черное население не живущие на манхэттене живущие в других районах там в квинсе в бронксе презрительно называет вот этот остров махата махата но правда там тоже черного населения будь здоров сколько но махата это да это вот это вот оттуда и здесь мы видим значит слияние и бразилии и африки в одном флаконе очень все замечательно в пятой вещи бридопард что мне нравится там финале уход в полный хаос уже мне как любителю авангардной музыки всяческой очень это все близко из структурированного такого полотна уход в полный нормальный человеческий хаос очень все приятно и замечательно дальше стонущие гитары и опять блюзовый грув песня называется стрэйт стрэйт хэйт собственно говоря стрэйт хэйт такой гитарный гитарный навал который напоминает ладзеппелин немножко опять привет из хард-рока но это слава тебе господи не ладзеппелин совсем это то что играет только сепультура и больше никто и бразилия и зверство и ярость и ярости в этой группе хватает на 10 наверное на 20 на 50 металлических групп из германии англии там из швеции особенно которые ревут 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 рычат а толку нет никакого вообще нас пугают а нам не страшно совсем вот это все слушать а здесь такая ярость неприкрытая настоящая на второй стороне локовый поет вообще майк паттон это абсолютно космическая вещь настоящая психоделия просто из космоса просто голос паттона тонко тонко пронизывает вот эту песню издалека с реверберации а песня тяжелая и страшная с уханьем с кваканьем со всеми делами кстати уханье кваканье вот в рамамахатта там в полный рост уханье кваканье ерничание и ярость и ярость и вообще классенкович хороший про все песни не рассказал их достаточно много и они короткие ну условно говоря короткие но каждая из них как гвоздь не в мозг а гвоздь в подсознание из этого подсознания вылет вылезает ощущение что мы чуть-чуть прикоснулись к древним цивилизациям с помощью электричества с помощью электрических гитар усилителей барабанов микрофонов и хорошей студии в малибу ну и конечно музыкант группы сепультура очень рекомендую этот альбом особенно тем эстетом которые считают что самая лучшая рок-музыка это сонаты шопена сыгранными на электрооргане с басом с барабанами пока я пошел пить